Ассаляму алейкум! Сегодня мы готовим уйгурскую кухню. Самое популярное блюдо в уйгурской кухне это лакман. Сегодня мы будем готовить его. Для лакмана нам необходима мука, для теста нам также понадобится масло и соль. Для подлива нам необходимо в первую очередь это мясо. Желательно всегда брать баранину, также можно взять говядину, курицу некоторые пытаются, но не особо получается. Луковица. Самые главные ингредиенты это перец, неважно какой острый или сладкий, чеснок, томаты и томатная паста. И стручковую фасоль. Стручковую фасоль нужно добавлять свежую. Если не сезон, то можно добавить и замороженную. И пекинская капуста. Некоторые добавляют вместо нее редиску или редьку, но пекинская капуста более доступна и более любима. Специи. Специи в принципе можно зайти в любой магазин специй и просто попросить специи для лакмана. Такой набор имеется в любом магазине. Но если выбирать отдельно, то сушеный чеснок, это бадьян, паприка и немного травы, которые вам нравятся, кроме прованских. Итак, мы начнем готовить блюдо. Для начала нам нужно обжарить мясо, как и в принципе в любом блюде. Наша сковородка уже нагрелась. Добавляем масса. Масса желательно добавлять побольше, но опять же, кому как больше нравится. Если добавить меньше масла, то получится более тушеное блюдо, нежели жареное. Наша сковородка уже разогрелась и мы можем обжаривать мясо. Пока обжаривается наше мясо, мы нарежем к нему для зажарки стволы кинзи. Вообще добавляется сельдерей, но, к сожалению, в Казани найти сельдерей практически невозможно. И нарезаем киснока. Наверное, одной хватит пока. Стараемся мясо помешивать, потому что оно может подгореть. Но, как известно, мясо дает свой вкус при появлении корочки, поэтому доводим его до корочки. И, когда у нас полностью она побелеет, мы добавляем наш чеснок и кинзу. Лагман у нас есть очень символичное блюдо для уйгуров. Оно является одним из самых главных, и уйгурцы лагман славятся своим вкусом и многообразием. Мы подготовили наш чеснок и кинзу, и добавляем зажарку. Также перемешиваем. Даем буквально пару минут мясу впитать в себя зелень и чеснок, а пока займемся луком. На это количество мяса, здесь у нас около 200 грамм, даже немного меньше, хватит, в принципе, и половины головки лука. Но, как я уже говорила, есть люди, которые любят больше, есть люди, которые любят меньше. Любые продукты. Поэтому, на любители. Здесь поэтому мы не ставим четких границ на количество продуктов. Заранее мы уже подготовили нарезанные помидоры. Здесь один помидор, мелко нарезанный. Его можно засолить, чтобы он выдал свой сок. И буквально через пару минут он уже сможет попасть в наше блюдо. Сейчас можем мы их уже добавить. И обжарить. В данный момент мы готовим к нашему обману подливу. Сейчас буквально несколько секунд прошло, как мы добавили томаты, и можно добавить томатную пасту. Сосеем немного. По-хорошему томатной пасте нужно дать обжариться отдельно. То есть обычно можно отделить и обжарить ее. Но в этом нет крайней необходимости. Если мы дадим нашей подливе, немного прожариться в масле. Так томаты не будут кислить. Стручковая фасоль – это основа в икурском лагмане. Сейчас мы можем ее уже добавить. В первую очередь, я люблю стручковую фасоль, потому что она добавляет больше цвета. И так наша подлива становится более яркой и может заиграть разными красками. Более яркими красками. Летом мы можем добавить еще перца разных цветов. Это будет более веселый и интересный летний вариант. Последовательность продуктов, которые мы кладем в подливу, зависит от ее твердости. То есть стручковая фасоль, она довольно твердая. Конечно, если она заморожена, то ее можно будет хоть в конец добавить. Но если она свежая, то лучше добавлять ее вначале, чтобы она успела прожариться. После стручковой фасоли у нас идет пекинская капуста. На самом деле, можно было бы ее добавить сейчас, но мы нарезали ее очень тонкими листами, и поэтому она приготовится быстро. Поэтому мы дадим время стручковой фасоли немного прожариться и далее перейдем к капусте. Сейчас мы уже можем добавить пекинскую капусту. И пока она будет обжариваться, мы спокойно нагреем перчик. Сейчас мы заранее нарезаем перец. В принципе, пекинская капуста у нас приготовится буквально за пару минут, поэтому мы уже готовим перчик. И это все наша поджарка. Сейчас мы добавим немного перчика. С ним надо быть аккуратнее, потому что после него может быть ожог пальцев. Перед добавлением болгарского перца нам лучше добавить специи, чтобы дать им немного пропитаться. Не жалеем. Не жалеем. Перец нарезается разными формами. Может быть квадратным, может быть соломкой. Кому как нравится больше. Я экспериментирую по-разному. Как по настроению. Здесь мы чаще всего готовим с болгарским перцем. Но, если честно, он не очень подходит, потому что имеет очень мягкую текстуру. И очень быстро разваривается. И не получается приготовить его аль денте. И поэтому я нашла здесь такой перчик, как рамира. Он не такой, как в Киргизии, но более-менее подходящий. Следом мы добавляем картошку. Если мы ее нарезаем крупно, то лучше добавить ее перед перцем, чтобы дать перцу сохранить свой хруст. Итак, начинаем готовить тесто. Просто в муку добавляем очень соленую воду и замешиваем в тугое тесто, как на пельмени. Сейчас мы уже обжарили нашу подливу. И можем добавить к ней воду. На самом деле, можно добавить бульон, если имеется такой в доме. Так будет вкуснее. Но вода тоже подойдет. И вот сейчас, когда мы добавили воду, мы можем добавить немного соли. Убираем на минимальный огонь. И пусть он потихоньку варится. Измельчаем чеснок до максимально мелкого состояния. Но это, опять же, кто как любит. У нас в семье любят покрупнее. Поэтому мы не так его мельчим. Намешиваем. На самом деле, кинза на любителя. И ее добавляют не все. По крайней мере, когда моя мама узнала, что я добавляю кинзу в лагман, она была немного удивлена и сказала, что никто так не делает. И теперь выключаем и оставляем коницы. В принципе, наша подлива готова. Эта подлива, она подходит не только под лагман. У лагмана есть его брат, если можно так сказать, гэмпен. Просто можно отварить рис и подавать его с этой же подливой. В нашей семье гэмпен даже любят больше, чем лагман. И готовится он намного быстрее и проще. Сейчас мы можем переходить уже к нашему тесту. Оно у нас отлежалось. И мы его несколько раз перемяли. Можем добавить немного масла. И начать его разминать. Сейчас мы выминаем его в такой прямоугольник. Стараемся, чтобы края были ровные. Разминаем тесто до толщины где-то в сантиметр. Можно даже два. На самом деле, не принципиально. Даем ему немножечко полежать пару минут. И нарезаем его на такие жгуты. Чтобы наш лагман не получился квадратным, а круглым по краям, мы его вот так вот проминаем. Каждый жгутик. Стараемся сделать, чтобы по толщине везде было одинаково. Теперь, когда наши жгутики немножечко отлежались, минуту пять, наверное, должны полежать, мы можем уже их начать крутить. Сейчас мы их накрутили и собрали вот такие вот улиточки. И теперь эти улитки должны немного отлежаться. Сейчас мы можем уже начать переходить к следующему этапу. Мы снова растягиваем лагман вот такими движениями. Вот вытягиваем. Желательно, чтобы стол был сухим и руки тоже, потому что масло на этом этапе может только ухудшить растягивание. Руки будут просто скользить. Сейчас мы наши толстые улитки раскатали и сделали тоненькие. И они у нас, отлежавшись, стали более покладистыми. Теперь можем переходить к следующему этапу. Сейчас мы уже подходим к нужному этапу, когда лапша практически достигла нужной толщины. И вот так вот, этап за этапом, мы добиваемся нужной толщины. Это слишком толсто. Поэтому мы собираем его в корочку и убираем в сторонку. И на каждом этапе мы добавляем масло, чтобы тесто не обветривалось. По-хорошему покрывать их пленкой. Но настоящий вкус зависит от масла. Когда тесто полностью пропитано, оно и обретает тот вкус уйгурской лапманной лапши. Теперь, когда наши горочки отлежались, мы можем их накатывать до нужной толщины. Следующий этап самый интересный. И вытягиваем. И вот наш лапман уже готов. И мы к лапше сверху добавляем подливу. Те, кто любит больше водички, могут добавить просто больше воды в подливу. Приятного аппетита! На канале « Seattle» Субтитры создавал DimaTorzok